Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс и в этом видео я вам расскажу, что же случилось с аккаунтом, над которым мы проводили эксперимент. Недавно мне взбрела идея в голову, чтобы провести эксперимент над аккаунтом и посмотреть, что же будет с ним, если на него будут поступать необоснованные жалобы. В данном случае жалобы касались голосового чата. Прошло уже около недели и, исходя по плюсикам, в эксперименте участвовало много человек. Ну, сто, а то и больше. Ребят, всем, кто участвовал, большое вам спасибо. Итак, что же у нас в итоге получилось? В течение двух недель, где-то два раза, я попытался проверить статистику жалоб данного аккаунта. Есть специальный сайт, где показывается, сколько на тебя пожаловались, за что пожаловались и тому подобное. Статистика жалоб была нулевая, то есть, якобы никто не жаловался и репутация осталась нормальная, хотя мы все прекрасно знаем, что люди жаловались. Сначала я подумал, блин, эксперимент не удался, значит все нормально, но спустя неделю я все-таки еще раз проверил аккаунт и его все-таки заблокировали. За какие-то там нарушения использования. Но не спешите радоваться, аккаунт можно было восстановить в течение пяти минут, просто указать номер, чтобы туда пришел код безопасности, ввести его и оп, аккаунт был разблокирован. Исходя из репутации, с ней также все осталось нормально. Единственное, видимо, кто-то неправильно допонял, что делать и пожаловался на аватарку, на мошенничество и на неспортивное поведение, эти жалобы зачтены. Но опять же, это мелочь, поскольку вся репутация осталась в норме. Подводя итог первого эксперимента, могу сказать, что система справилась довольно-таки неплохо, ибо массовые жалобы на голосовой чат, ну, на то, что в принципе не было, она не засчитала. Если что, я из этого аккаунта даже не заходил на консоль, ничего не включал, ничего никому не написал, я просто его завел, оформил и все, и сказал, чтобы на него пожаловались. Да, аккаунт был заблокирован спустя какое-то время, ну, я даже назову это заморожен. Но опять же, он без проблем разблокировался и репутация осталась целой, что опять же также указывает на нормальную работу системы. Что мы будем делать дальше? Теперь же от вас требуется написать на этот аккаунт ссылку на именование аккаунта, я оставлю также в комментариях любое сообщение, прям абсолютно любое там привет, как дела, вот прям абсолютно любое, вот что вам в голову придет. Я напишу вам ответ, простой какой-нибудь там, привет, нормальный или что-нибудь такое. Не пишите по многу смс, бессмысленно, я все равно отправлю вам одно смс на каждый аккаунт. И после получения ответа от меня с этого профиля, пожалуйтесь на мой ответ. Вот неважно, что там будет написано, просто пожалуйтесь и укажите, что это какое-нибудь там оскорбление и так далее. Именно пожалуйтесь на сообщение, не на аккаунт, а на сообщение. Что, собственно, мы этим проверим? Таким исходом мы проверим, как система сбирается, где оскорбления были, а где их не было. Дело в том, что когда мы проводили эксперимент над голосовым чатом, мы проводили эксперимент над действием, которого, в принципе, не существовало. То есть я не заходил в голосовой чат, я ни с кем не говорил, и система, видимо, это поняла, что, типа, жалобы, они не обоснованы. В данном случае от меня все-таки уже будет какое-то действие, и посмотрим, как система разберется сейчас. Данный эксперимент нам покажет, сможет ли система различить оскорбление от неоскорбления. Поэтому, ребят, жду вашей поддержки, напишите любое сообщение на этот аккаунт и пожалуйтесь на сообщение. Буду очень благодарен, и все мы посмотрим, можно ли будет заблокировать аккаунт путем вот таких сообщений. Потому что я слышал, что люди жалуются о том, что когда они что-то в чат написали, им блочили общение. То есть там была какая-то словесная перепалка в чате, да, кто-то кого-то выиграл, кто-то кого-то обозвал, и в итоге парню заблокировали аккаунт за общение. Посмотрим, что будет в этот раз. Ребят, на этом все. Большое вам спасибо за участие, большое спасибо за просмотр. Если нравятся такие эксперименты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, что вы думаете, и не забывайте писать плюсик о том, что вы сделали. Большое вам спасибо. До встречи.